В 2004 году маленький украинский городок Чемеровцы, что находится в Хмельницкой области, всколыхнула поразительная новость 11-летняя Надежда Гнатюк стала самой юной мамой Украины. Спустя всего три года в Надиной семье снова случилось пополнение. Как же повлияли такие события на жизнь ребенка, ставшего молодой матерью в столь нежном возрасте? Рассказываем, как сложилась ее жизнь и что происходит с ней сейчас. Казалось бы ничего не предвещало беды. Надя училась в школе как все маленькие девочки в 11 лет, делала успехи. В свободное время она ходила в танцевальный кружок и играла в куклы. Но в один момент все перевернулось с ног на голову. Мать обратила внимание ухудшение самочувствия, а также на странное увеличение живота дочери. В эфире украинского ток-шоу она говорила, что он рос как на дрожжах. Поначалу все списали на побочный эффект от назначенных для лечения сердца серьезных препаратов. Но взволнованная мать не могла успокоиться и повела дочку на полное обследование всего организма. Где после ультразвукового исследования стало понятно Надя находится на 20-й неделе беременности, дальнейшее разбирательство с участием полиции касательно отцовства показали, что отцом ребенка является отец Нади. Ужасная новость потрясла мать девочки, и та срочно подала в суд на мужа. Выяснилось, что он перебрал с алкоголем и надругался над дочерью. Юрий Гнатюк делал это не раз и постоянно угрожал жестокой расправой, если девочка посмеет кому-либо рассказать об этом. За свое преступление он отбыл в колонию всего лишь на 10 лет. Надя, ставшая самой молодой мамой Украины, родила здоровую девочку, ее назвали Мариной. Жизнь потихоньку начала возвращаться в прежнее русло и новоиспеченной маме даже удалось вернуться в школу. Но ненадолго. Летом 2005 года Надежда проходила лечение в районной больнице из-за проблем с сердцем, которые обострились после первых родов. Там она познакомилась с 24-летним Виталием. Они сразу прониклись симпатией друг к другу, влюбились и начали встречаться. Наличие у Нади маленькой дочери парня ничуть не смущало. Все привело к тому, что в 14 лет она снова оказалась в интересном положении. Виталий был несказанно счастлив и предложил возлюбленной обвенчаться в сельской церкви. Официально брак пока невозможно было зарегистрировать, так как Надя все еще была несовершеннолетней. Вскоре у них родился сынишка Андрей. Доподлинно известно, что молодая семья проживает вместе в родном селе мужа Надежды, Степановке. Поначалу они жили вместе с его родителями, которые помогали растить малышей. Сложную историю Надя знают все жители села, но относятся к этому с пониманием и не осуждают. Ведь жизнь порой может преподнести человеку удивительные сюрпризы. И выбрать свою судьбу никто не способен. Надя не любит давать интервью, и поэтому информацию можно узнать лишь от односельчан. Одна из них сообщила, что сейчас семья живет отдельно от родителей мужа, так как им достался дом от родственников. К Надежде часто приезжает мать, чтобы встретиться с любимыми внуками. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.